...величивость движения. Эта опора исходит из того, что в мире возможна непрерывность, непрерывное деление. Вот мы делим этот отрезок от С, да, делим всё дальше, 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 нигде не остановимся. Вот если это непрерывность, присущая миру, да, если мир не квантовый, а что такое квант? Квант это какая-то предельно маленькая, но всё-таки порция длины, порции энергии, вот дальше уже нельзя делить ничего, да. Если мир не квантовый, то действительно никакого движения у него не будет. Но греки ничего не знали про кванты. Короче говоря, вот эти парадоксы Зенона, они инициировали развитие физики, они инициировали изучение природы движения. И самое главное, вот, была показана противоречивость движения, оно действительно противоречиво. Ну да, Зенон всё утрирует, всё гиперболизирует, это естественно, потому что ему нужно поддержать учителя, ему нужно доказать, что движение иллюзорно, движение мимо. Ну вот ещё одна опория, стрела называется, да, стрела, она летит или не летит, ну да, вроде как летит. Но каждый момент стрела покоится, верно, она каждый момент занимает определённое место. Ну, тогда не было мгновенной съёмки, но это легко и сделать, правильно, да, и полёт стрелы мы можем разложить на серию кадров. На каждом кадре стрела вроде как покоится, ну, может быть какая-то размазанность, если у нас выдержка не плохая, да. Можно сделать так, что никакой размазанности не будет, вот стрела везет и всё. Дальше она чуть-чуть подвинулась и так далее, и так далее. Как опория формулируется, что движение есть сумма покоев. Так, движение есть сумма покоев. Правильно, правильно. В точке неформальной логики, абсолютно правильно. Ну а сумма покоев есть покой. Сумма покоев есть покой. Стрела не летит. Вот это настоящая диалектика. Хотя, хотя в такой игровой форме, надо уметь провоцировать наше мышление, расковывая его, разбивая стереотипы. Конечно, опори и зенон, опори и зенон, они бросают вызов здравому смыслу. Здравый смысл навсегда торжествует. Сейчас ему приходится сдавать свои позиции. Это замечательная школа, которую нам дает Илея. И до сих пор вообще эти опори остаются нерешенными. Философски нерешенными. Но можно их решать на уровне физическом, но вот видя понятие кванта. Тогда все, опори снимаются. Но надо найти логическое решение. Логического решения до сих пор нет. Пафос. Пафос Олейской школы. Ученый, ищи постоянное. Ищи неподвижное. Там истина. Вот диалог. Гераклит. Исследуй движение, исследуй процесс. Парминит. Исследуй постоянство. Фиксируй постоянство. Да. Это коллизия. Но как эту коллизию мы с вами должны разрешить? Я думаю, что сегодня мы вправе сказать о дополнительности обеих концепций. Дополнительность. Великое понятие. Или другой вариант этого понятия. Комплементарность. Компле. Комплементарность. Принцип дополнительности или принцип комплементарности Нильса Бора. Нильса Бора. Это, я считаю, величайший по своей значимости методологический принцип науки. Мы с вами изучаем методологию науки. Я сегодня еще вернусь к этому принципу дополнительности. Буду к нему постоянно обращаться. Но фактически вот уже сейчас мы видим, как этот принцип действует. Но греки, конечно, такого вывода не делали. Это делаем мы сейчас. Когда перед нами ретроспективы веков. Ну, прекрасно понимаем, что вот эта дополнительность, она как бы латентно или потенциально присутствовала уже тогда. Сталкиваются мнения. Спор идет ведь очень острый, горячий спор. Ведь каждый хочет победить, каждый хочет перебедить противника. Перетащить его на свою сторону. Это неправильная методология. Мы это понимаем. Сейчас задним умом человек крепок. Надо, чтобы обе стороны осознали. Осознали. Если хотите, равенство своих позиций. Равенство своих позиций. Я сейчас хочу вам предложить записать хорошую цитату. Мы сейчас с вами поговорим о значении скептицизма в науке. О великой роли сомнения. Ну, скептики, да? Скептики. Здесь надо назвать имя Перрона. Две буквы «р» пишутся в середине. Перрон. Останателем скептицизма. Это его примерные годы жизни. 360-270 до нашей эры. Почему я сейчас вспоминаю Перрона? У нас будет не раз возможность обсуждать великую проблему критического мышления. Мышление ученого должно быть критическим. Обязательно. Там, где нет критицизма, там нету науки. Но вот Перрон, он как раз астоположник этой наверное, сегодня самой такой востребованной традиции. Сегодня критицизм в науке очень и очень сильно себя заявляет. К сожалению, этого нету в социальной жизни. А в науке это есть. Так, вот последователь Перрона философ секст-эмпирик секст-эмпирик это уже второй век нашей эры конец второго века нашей эры это поздний скептицизм вот у него есть такая фраза сейчас я хочу вам ее продиктовать потому что фактически это одно из первых вот таких еще что не до конца трех секст-эмпирик выходов на идею дополнительности пишем мы занимаемся изучением природы мы занимаемся изучением природы не для того, чтобы высказываться с твердой уверенностью мы занимаемся изучением природы не для того, чтобы высказываться с твердой уверенностью с твердой уверенностью, относительно какой-либо догмы, какой-либо догмы, запятая, определяемой, определяемой изучением природы, запятая. Но ради того, чтобы иметь возможность противопоставить всякому положению, возможность противопоставить всякому положению равносильное, равносильное, великие слова. Сейчас еще раз зачитаю, чтобы вы проверили. Мы занимаемся изучением природы не для того, чтобы высказываться с твердой уверенностью относительно какой-либо догмы, определяемой изучением природы, но ради того, чтобы иметь возможность противопоставить всякому положению равносильное. Вот она демократия, вот она толерантность. Ты стоишь на своей точке зрения, ты в ней твердо убежден, но ты должен понимать, что есть альтернатива. Может быть альтернатива. И ты должен к этой альтернативе отнестись нормально. Ты не должен стремиться своего противника уничтожить. Быть может, вы, это две грани одной истины. Две грани одной истины. Чаще всего истина именно двугранна, двузначно. Вот эти слова секс-эмпирик, они не были услышаны вовремя. Они читались когда-то, вот так, поверхностно. Только сегодня мы их осмысливаем по-новому, потому что мы их связаны с принципом наполнительницей, не в собора. Вы понимаете, вот есть такие пророческие прорывы в истории человеческой мысли, когда ученые пережают свою эпоху. Здесь секс-эмпирик бросает вызов однозначности. А догма, она всегда однозначна. Догматизм, я пишу для себя, догматизм, он однозначен. Догматизм, он монологичен. Монолог, монолог, да. Я говорю, и я не даю сказать никому другому ничего. Это же такая глотки своим оппонентам. Я их преследую, сажаю в кутузку и так далее, и так далее. Это признак слабости, признак незрелости. Истина, еще раз повторяю, диалогична. А диалог предполагает такую ситуацию. Ситуация, когда есть два равносильных, вот я использую прекрасный эпитет секс-эмпирика, два равносильных подхода. Фармит и Гераклит, это равносильные мыслители, равносильные, но противоположные. И правота за ними обеими. И это замечательно. Вот вам пример диалога. В конкретном материале я хочу сказать. Традиция. Традиция Парменида. Вот как я Гераклита продолжил далеко-далеко вперед. Сегодня Парменида очень актуален. Где и почему? Вся физика элементарных частиц с одной стороны. А с другой стороны, вся физика, связанная с космосом, с теорией относительности, строится на понятии инвариантности. Инвариантность. Это одно из самых важных понятий физики. Элементарные частицы. Они превращаются друг в друга. Любая частица может превратиться в любую другую частицу. Это мир невероятных метаморфоз. Это мир, который превосходит метаморфоза и видя по своему внутреннему трансформационному богатству. Во всех этих превращениях есть инвариантность. Есть инвариантность, так? Есть сохранение. Так? А тоже самое чередоносительность. Это когда инвариантность принимает другие формы. Мы можем систему ускорять. Скорее, она может быть очень большим. Это может быть световая скорость. Мы можем систему вооружать в силе гравитационного поля. Мы можем ее, эту систему, расположить вне гравитации. При всех этих наших трансформациях будет действована инвариантность. Законные движения не будут меняться в своих сущностных основах. Природа едина. Вот это единство природы, которое столь важно для ученого, оно в своеобразной форме, в форме парадоксальной, в форме утрированной, гипертрофированной, было заявлено парвенитом. И еще раз повторяю. Сегодня у нас будет отдельная лекция на эту тему. Но инвариантность это то же самое, что симметрия. Симметрия это есть устойчивая, постоянная, сохраняющаяся. Сегодня понятие симметрии играет огромную роль в науке. Хотя в последнее время, я немножко опережаю вперед курс, выявляется и роль асимметрии. Но мы говорим о том отдельно. Это нормальная симметрия. Если есть симметрия, то должна быть асимметрия. Если есть сохранение, то должно быть и несохранение. Если есть постоянство, то должна быть и изменчивость. Сам мир устроен как диалог. Понимаете меня, да? Еще разумеется, что идеологическое мышление, идеологическое мышление, оно изоморфно в структуре мира. Оно соответствует структуре мира. Диалог, это драматизированная антиномия. Антиномия это простая структура, а здесь эта структура как бы, ну, театрализуется. Вот есть люди, есть персонажи, драматизированная антиномия. Вот у меня книжечка «Антиномия». Платону, геология, где главный герой Сократ. Сократа мать была пивовальной бабкой, или акушеркой, если использовать современные слова. В Греции искусство родовспоможения называлось маевтикой. За первое слово – маевтика. Сократ считал, что он, прививая людям навыки директического мышления, содействует их второму рождению. Люди мыслят одномерно, и об этом они еще не готовы в восприятии высоких холстовских истин. Чтобы истину понять, надо к ней принять подлежу директические. И для этого надо человека разбудить, разбудить его осознание. И вот это Сократ умел делать. Сократ был великим педагогом. И вот свой педагог его называл маевтикой. Сократ умел провоцировать людей на диалог. И в основе многих его диалогов лежит диалектика единичного и общего. Вот я сейчас кратко этого коснусь. Это особая тема у нас. Нет возможности ее подробно разбирать. Сократ впервые задумался о природе общих понятий. Вот это вы сейчас зафиксируете. Общие понятия. Но ведь это основа человеческого мышления. Это, конечно, фундамент науки. Наука обобщает. Правильно, да? Научные категории это всегда обобщение. Если я вижу у себя же философские категории, это предельное обобщение, экстремальное обобщение. Философские понятия носят экстремальный общий характер. Уже дальше некуда подниматься по лестнице обобщения. И он сократ впервые задумался над такими вопросами. Что есть красота вообще? Почему человек говорит о прекрасном, да? Так, уверенно, как будто он это прекрасное вообще созерцал непосредственно. Но он говорит о прекрасном применительно к единичным явлениям. Но в единичном узнается общее. Будьте оснимательны, да? Сократа встает вопрос, что есть красота вообще? Он вызывает нас на диалог. И просит нас ответить на поставленный вопрос. Как мы отвечаем? Мы отвечаем, приводя какой-то единичный пример. Вот, гляди, прекрасная бабочка. Вот, гляди, прекрасная девушка. Вот, смотри, прекрасное здание. Вот, послушай, какое красивое стихотворение. Сократа говорит, нет, нет, ты мне отвечаешь очень-то формально, может, и правильно, но ты уводишь от вопроса. А что такое красота как таковая? Красота в целом. Вы знаете, на какую проблему выходит Сократ? Вот это великое обретение культуры, революексия над природой общих понятий. Впервые она это революексирует. И самое интересное, что проблема обсуждается через диалог, в диалоге. Ну, Сократ предлагает очень такое своеобразное решение этой проблемы. Он говорит, что наши души до своего рождения обитали в мире вечности. И там созерцали идею прекрасного, идею справедливого. Придя в мир, душа многое забыла. Ее приход как удар, она вот упала вниз и память ее отшибла. Задача педагогика, задача педагога напомнить человеку об этих вечных истинах. Это так называемая теория анамнезиса, анамнесис, теория припоминания, припоминания. Вот еще раз повторяю, что для нас интересен следующий момент. Диалект их единичного общего. Прекрасно мы знаем через его единичные проявления. Как через единичное выйти к общему. От отдельного прекрасного цветка, от отдельной прекрасной базы, выйти к идее красоты вообще. Это проблема, обсуждаемая в сократических диалогах. Через диалог. Замечательный прием мышления, очень результативный, очень благотворный. Я уже произносил слово монолог. Запишем у себя, что антитезы к диалогу являются монолог. Монологическое мышление это мышление одномерное. Это когда ты говоришь, не давая возможности тебя возразить. Это ненависть к критике. Это подавление оппонентов. Монологизм губителен и для науки, и для социума. Там, где власть монологична, там всегда воззряется догматизм. Мертвый, схематичный, инертный. И, будь это науку, будь это социум, они встают на путь деградации. Греки, если хотите, открыли витальность диалога, витальность, его жизненность. Его импульсивность. И этим открытием и праве гордиться. Хорошо. Теперь я хочу сделать такой вот скачок во времени, очень большой. Это естественно. Я же сейчас считаю лекцию не историческую, а лекцию, так сказать, тематическую. Диалог. Соглавление тез и антитез. Вот я впервые ввожу понятие тезис и антитезис. Впервые. Что нам очень и очень скоро пригодится. Надо честно признаться, что на протяжении веков диалогизм проявлял себя не слишком часто, но иногда проявлял. Вот я сейчас хочу вам кратко показать пример диалога на уровне богословия, как модель. Истина теологична. Это значит, что истина считает себе противоположные моменты. Христианство, теология, наука это или наука, не будем этот вопрос обсуждать, но я скажу одно. Вот Вселенские соборы, Вселенские соборы, все Вселенские соборы, на которых обсуждались догматы христианской религии, стали замечательной школой для философии в целом и для науки в целом. Там отрабатывалась методология. Вселенские соборы, они очень интересны в плане методологического. Вот один из таких соборов, где обсуждается природа Христа. Забежем у себя. Я сейчас дам вам хорошую модель диалектики, хорошую модель диалогизма. Христос это Бога-человек. Так говорит догма, Бога-человек. Собо понятие Бога-человека очень и очень диалектично. Есть такая фигура в поэтике, оксюморан. Запишите, оксюморан это сочетание противоположных смыслов, используемое для стилистической экспрессии. Ну, хороший пример оксюморана, мы находим у Ахматовой, остаток церкосельского сада, как сказано о статуе. О, как я и весело грустить, такой нарядно обнаженный. Весело грустить. Нарядно обнаженный. Или веселье, или грусть. Или нарядность, или нагота. Смысл сладкости противоположные. И создается поразительный эффект. Вот она художественная истина. Вот Бога-человека это тоже понятие оксюмора, потому что в нем соединились понятия, которые раньше представлялись абсолютно несовместимыми. Бог. Ресконечный, непостижимый человек, маленький, смертный. И вдруг Бога-человек. Потрясающее построение мысли. Неважно, был такой или не был, мысль это просто сотворило это чудо. Так вот, идет спор по поводу природы Христа. Одна школа, Нестерианская школа, это Эфесский собор знаменитый, там где Гердиджер, да, Эфесский собор. Одна школа, Нестериан, утверждает, что Христос был просто человеком. Не может земная женщина родить Бога. История требует отказаться от понятия Богородицы. Давайте говорить, Христо родится. Ну, уже в другое время, в другое время, это не время Эфесского собора, появилась противоположная концепция, пишем, монофизиты, монофизиты, которые говорят, что наоборот, наоборот, да, Христос это только Бог. Не мог Бог поселиться в человеке. Бог это огонь. Помните, да, библейское, Бог есть огонь поедающий. Человек сгорит, если в него войдет Бог. Нестерианство. Одна форма односторонности. Христос, если только человек. Вторая ересь, монофизитство. Моно, одно физис природы. Монофизиты. У Христа одна природа, да природа божественная. Вот. Две крайности, две крайности. Две односторонности. Догмат, он дилектичен. Догмат говорит, что Христос и Бог, и человек. Оба начала Христос дополнительные. Вот работа над этой догмой, над этим догматом, вернее, да, это пример диалога, очень острого, конечно. Соборы связаны были с осуждениями, диалога, который привел к чему? К синтезу. К синтезу. Это диалектика, настоящая диалектика. Очень хорошая. Лучшего примера я не знаю в истории культуры, чем вот этот пример. Монофизитство, с одной стороны, с другой стороны, историанство. И третья позиция, золотая середина. Это линия, выработанная всередскими соборами. Линия, утверждающая, что в Христе, выражаясь современно, две природы, две природы, две разных природы, друг друга дополняют. Нераздельно, неслиянно. Очень важно, ни раздельно, неслиянно. Хорошо. Теперь я хочу сделать еще один рогок во времени. Это XVIII век, это Кант. У нас не будет больше возможности об этом поговорить. Кантовское учение об антиномиях. Кантовские антиномии. Антиномия – это противоречие, которое кажется неразрешимым. Антиномия. Радикальное противоречие. Предельно острое противоречие. Кант очень многое сделал для развития методологии науки. Сейчас мы все больше и больше понимаем, как Кант актуален. Как Кант актуален. Кант актуален. Антиномия утверждает, когда мы ставим фундаментальную проблему, подчеркиваю фундаментальную проблему, не частный вопрос мы решаем, а вопрос глобальный, то возникает такая ситуация. Проблема сформулирована ясно и четко решается на двояко. Решается на двояко. Есть два равносильных, но диаметрально противоположных. Но не совместил их решение этой проблемы. Понимаете меня, да? Тезис и антитезис. Такова структура антиномии. Человек издревле плановал вопрос. Мир конечен или бесконечен? Вопрос поставлен корректно, ясно, четко. Тезис антиномии. Тезис и Кант приводят доводы в пользу конечностей мира. Доводы и естественно научные, и логические. Кант убеждает нас в том, что мир конечен. Рядом колонка идет, рядом антитезис. На одной странице, два столбца. А в троста мы видим не менее убедительную цепь доказательств того, что мир бесконечен. Аргументация естественно научная, аргументация логическая. Тоже безупречна. Где истина? Кант хочет сказать, что антиномия неразрешима. Вот она, драматичность познания. Драматичность познания, в основе которой лежит диалектика. Диалектика. Вот это раздвоение проблемы. Бифуркация проблемы. Бифуркация это термин синергетики. Что здесь такое? Раздвоение, которое катастрофично. Раздвоение, которое связано с каким-то взрывным процессом. Целое раскололось на две части. Расщепилось. Это первая антиномия Канта. Еще раз повторяю. Тезис и антитезис равносильные. Между ними чувствуется паритет. По крайней мере интеллектуальный паритет. Вторая антиномия. Тезис и утверждается, что имеется предел делимости материи. Человек всегда интересовал вопрос. Из каких блоков построен мир? Алименты, атомы. Человек подвергает мир демонтажу. Разбирает его, расчленяет. Делит на все более мелкие части. Это может быть экспериментальное деление. Это может быть условное, умозрительное деление. Поэтому нужно добраться до последней инстанции, которая дальше уже не будет подвергаться делению. Кант приводит аргументы вольте того, что такой порог существует. Такой предел. Параллельно развивается антитезис, где утверждается, что нет такого порога. Что материя реализует принцип непрерывности. Деление может быть непрерывным и бесконечным. Непрерывность. Я хочу сказать, что понятие кванта, понятие кванта, это понятие прерывности. Квантованный мир, это мир, где есть прерывность. Запишите это у себя. Кант ничего об этом не знал, конечно. Но вот в антитезисе мир не квантован. Мир не квантован. Мир континуа. Есть континуум. Континуум это как раз та ситуация, когда возможно бесконечное деление. Это вторая антиномия. Третья антиномия. Придняя антиномия. В антитисе утверждается, что в мире возможны события, определяемые нашим свободным поведением. Мы можем действовать свободно. Произвольно. Если хотите, мы можем капризничать. Как-то вот так вот, ну, бросать вызов норме. Уклоняться от каких-то социальных ограничений, запретов. Есть свобода. В антитисе утверждается, что в мире все необходимо, что в мире существует только вот такая жестко заданная причина. Нет свободы никакой. Ну и четвертая антиномия. Замечательная антиномия. Самая гениальная. Доказывается существование Бога. Тезисе. А в антитисе его отсутствия. Значит, Канн, еще раз повторяю, говорит о том, что тезисы и антитезисы одинаково медительны. Канн читает, что эти антиномии нельзя разрешить принципиально. Но, в общем-то, знаете, вот если так откровенно говорить, вот что мы сегодня можем сказать по поводу этих антиномий. Вот сегодня, да? Мир конечен или бесконечен? Да, наша Вселенная конечна. Наша Вселенная конечна. Мы можем задать очень четко ее параметры пространственные. 18 миллиардов с двух лет диаметром. Да, но наша Вселенная возникла сингулярности, которая выводит бесконечность. Кроме того, мы не можем утверждать, что наша Вселенная – это единственная система. Так? И мир так устроен, что в нем конечное оборачивается бесконечным, а бесконечное предстоит как конечное. Ну, возьмите отрезок, да? Ну, линейку, да? Сколько на ней точек? Бесконечно много, правильно? Сама-то линейка конечна, верно? Сам отрезок конечен. Короче говоря, ситуация протоксальная. То же самое с проблемой делимости. Хорошо, хорошо, да? Мы делим атерию. Вот добрались до атома. Атом оказался вовсе не пределом. Вышли на электронные пояса, вышли на ядро, ядро расщепили, открыли элементарные частицы. Теперь раскололи элементарные частицы, обнаружили кварки. Так, ну, что здесь, какой здесь работает эффект? Смотрите, элементарная частица. У нее масса очень небольшая, скажем, да? Ну, пускай даже это тяжелая частица будет, пускай это будет протон, да? Вот, раскололи протон, получили три кварка. Но масса кварков, суммарная масса, намного порядка выше, чем масса протона. Понимаете, какой парадокс? Казалось бы, чем меньше частица, тем она легче, правильно, да? А здесь наоборот, здесь наоборот, да? Кварки не существуют в свободном состоянии. Но если так мысленно вот их освободить и взвесить, то они имеют огромную массу, превосходящую массу протона. Здесь работает так называемый директ масс, не буду ходить в эти физические тонкости. Но, понимаете, у тебя какая-то парадоксальная ситуация. Мы хотим найти простое, а находим сложное. То есть вторая антиномия тоже не решена. Третья антиномия. Пожалуй, что все-таки вот она единственная антиномия, которая говорит вот таки о том, что она близка к разрешению. Хотя я не буду здесь делать окончательного года. Все-таки в нашем мире есть свобода, есть случайность. По крайней мере, утверждать, что наш мир это мир механического детерминизма, что наш мир это машина, где все заранее запрограммировано, где невозможно случайность, это явно устаревшие взгляды. Потому что третья антиномия вроде как будто встыблокополочная. А про четвертую антиномию я не буду говорить вообще. Это вечная антиномия, и теисты имеют право на свою позицию, и атеисты имеют не меньшее право на свою позицию. Никогда никто не докажет, что Бог существует, и никогда никто не опровергнет, что его нет. Понимаете, да? Эта ситуация замечательная. Она дает возможность выбора, и она обеспечивает свободу внутри нашего универсула. Это очень хорошо. Так вот антиномия, да? Ну, сами понимаете, тезис и тезис. Это разные школы. Это разные персоны, разные имена. И, конечно, антиномия — это диалог. Вот, я понимаю, антиномия — это форма диалога. Диалога. Сейчас мы говорим о том, что есть одно антиномичное. Сейчас мы говорим о том,